Девушки отдыхают Одна авария, 13 пострадавших и один погибший. На советском тракте столкнулись два микроавтобуса. Несвойственная для середины апреля погода привела к всплеску количество ДТП в выходные. Отопительный сезон официально продлен минимум на две недели. Из-за низких температур сегодня власти также запретили командовщикам проводить температурные испытания. Специалисты КТК намеревались пустить по трубам экстремально горячую воду. Кто стрелял в спальном районе? Месяц понадобился стражам порядка на поиски хулигана, который стрелял в дворах на заводской из окна черного внедорожника. Всплыть должны, потоком не снесет. Уровень воды в Вятке повышается. Чиновники тем временем принимают построенные на плавные тротуары Вересника. Говорят, опыт прошлого года учли. Лично для меня мой дедушка Поликарпов Федор Николаевич – это пример доблести, отваги. Пример настоящего мужчины, который пошел и защитил свое отечество. О ветеранах войны, дружниках тыла, всех тех, кто в годы Великой Отечественной делал все, чтобы страна вышла победителем из той страшной и долгой войны. Историями своих героев делятся ведущие журналисты Первого городского канала. О новостях понедельника 17 апреля расскажет информационный канал «Город» студия Артема Паникаровских. Здравствуйте. Одна авария, 13 пострадавших и один погибший. Полиция сегодня возбудила уголовное дело по факту столкновения двух микроавтобусов рядом с Кировым. Следователи выясняют, что могло стать причиной выезда одного из микроавтобусов на встречку. На кадрах, которые были сняты сразу после происшествия, видно, что на советском тракте из-за снегопада совсем не видно асфальта. Госавтоинспекторы отмечают, что несвойственная середине апреля погода уже сделала свое дело. Это рост аварийности на дорогах. Причем предупреждать коммунальщиков о том, что нужны срочные противогололедные меры, дорожные инспекторы начали еще с вечера субботы. Подробности в сюжете. Металлический скрежет, когда спасатель рассыпляет машины после столкновения. По характеру и глубине вмятин видно, удар случился очень сильный. Лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса. В итоге один погибший и еще 13 пострадавших. Только единицам повезло больше остальных. Я вообще спал, заснул. Спал, да? Да, серьезно. А хоть как произошло в двух словах? Я серьезно спал, серьезно. Не знали, да? Да, спал. Я заснул сразу. Со множественными переломами, черепно-мозговыми травмами, 11 человек с места аварии были госпитализированы. В центре травматологии им уже оказана необходимая помощь. В наиболее тяжелом состоянии в данный момент находится один из водителей. Пациенты были доставлены с множественной скелетной травмой. Это переломы верхних, нижних конечностей, множественные переломы ребер с ушибами легких. У одного пациента черепно-мозговая травма. На сегодняшний день все пациенты в стабильно тяжелом состоянии. Жизни угрожающих моментов на сегодняшний день нет. Автомобильное зеркало, куски пластика, металлические фрагменты, перчатки, воздушный фильтр. Это то самое место, где и произошло столкновение двух пассажирских микроавтобусов. Автоинспекторы пока устанавливают истинные причины, почему произошла эта авария. Но уже сейчас можно сказать, что вот эта погода, которая точно не характерна для середины апреля, и тем более в ночные часы, когда температура до сих пор опускается ниже нуля, могла стать одной из причин этой страшной аварии. На кадрах, которые были сняты после аварии, нужно обратить внимание на заснеженную трассу, на которой даже не видно асфальта. А машину с песком, которая, по всей видимости, только спустя полтора часа поехала бороться с последствиями снегопада, встала в пробку как раз из-за аварии. По некоторой информации, дорожные инспекторы еще с вечера субботы просили коммунальщиков принимать срочные меры. Но, судя по ситуации в выходные, даже в самом Кирове, реакции дождались далеко не сразу. На это обратил внимание глава городской администрации Александр Перескоков. На утреннем совещании обвинил дорожников в разгильдяйстве. В городе объединилось тротуаров и дорог водители и пешеходы наблюдали и в субботу, и в воскресенье. В минувшие выходные, в связи с резким похолоданием, на территории области увеличилось количество мелких дорожно-транспортных происшествий. Естественно, это связано еще и с тем, что многие автовладельцы уже успели поменять зимнюю резину на летнюю. В связи с этим, госавтоинспекция в очередной раз рекомендует всем участникам дорожного движения, а в первую очередь водителям быть предельно внимательными на дороге. Ситуацию осложнило. Еще и предыдущая неделя оттепили городские шиномонтажные центры. Говорят о том, что водители действительно уже массово поменяли зимнюю резину на летнюю. Всю ту неделю были очереди у нас. Даже как бы у нас две смены работают. Пришлось две сразу вызывать. Очереди, машины стояли, запись была. Как бы было все хорошо. А потом какое-то бедствие началось. Снегопады на Пасху. Хотя всегда на Пасху солнце уже было. Вот и ДТП на Победиловском тракте, которое произошло спустя три часа после аварии на Советском. В глаза бросается летняя резина у отечественной легковушки, которую и выкинуло навстречу прямо на автобус Лиас. Удар пришелся на заднюю часть автомобиля, скорее всего. Именно поэтому водители, пассажир 99-й, которая стала больше похожа уже на девятку, пострадали не сильно. Кстати, сложная дорожная обстановка в Кирове в ближайшие дни сохранится. На сайте Гидромедцентра, Кировская область и весь Приволжский федеральный округ в желтой зоне. Простым языком погода потенциально опасна. Артем Паникаровский, Дмитрий Анциферов, информационный канал «Город». Для экстремально горячих батарей слишком холодно, но отключать отопление в ближайшие две недели не собирается. Городские власти не разрешили теплоснабжающей компании начать температурные испытания сетей. С помощью максимально горячей воды специалисты планировали проверить изношенность коммуникации. Такие температурные испытания проводятся раз в пять лет. В этом году их планировали устроить 20 и 25 апреля. В трубы подается вода температурой 130 градусов. По расчетам участки без дефектов должны пережить такой нагрев безболезненно. Впрочем, даже без таких проверок чиновники отмечают, что коммуникация в городе и так изношена почти на 100%. И в минусовые температуры не стали оставлять кировчан без тепла в батареях. В связи с похолоданием, значит, мы договорились, что мы такие испытания приведем со 2 по 6 мая текущего года. Я думаю, там у нас синоптики предсказывают нормальный плюсовой режим уже среднесуточный, который позволит в случае завершить отопительный сезон. Вместе с завершением текущего отопительного сезона администрация и тепловики, по их словам, уже начинают готовиться к следующему. Сейчас согласовываются плановые работы, чтобы специалистам теплоснабжающей компании не пришлось проводить раскопки после ремонта дорожного покрытия на улицах города. Всплыть должны, потоком не снесет. Уровень воды в Вятке начал подниматься. Сейчас он уже превышает нулевую отметку на 20 с лишним сантиметров. Тем временем специалисты городской администрации принимают построенные на случай плаводия наплавные тротуары. В понедельник они проверили выполнение контракта, а также посчитали и измерили объемы работы. Говорят, недостатки прошлых сезонов якобы учтены, а на доработку подрядчикам дали время до конца недели. Например, по контракту только на улице Рейдовой должны были появиться 160 погонных метров тротуара. В основании бревна осина и березы, которые должны всплыть во время повышения уровня воды. Учтен и опыт прошлого года, чтобы пешеходные дорожки не смыло потоком. Их закрепили при помощи труб и стальной проволоки. Деревянные настилы должны продолжить службу и после плаводия. Это тоже условие контракта. Как вы слышали, тоже участвовали на сходе. Были высказаны замечания, что по тротуарам где-то выполнены немножко косые и так далее. По условиям контракта гарантийный срок выполненных работ составляет год. Если все недостатки будут устранены, к концу недели администрация выплатит подрядчикам 236 тысяч рублей. Кстати, на всей подтопляемой территории города уже сделано по отчетам больше двух с половиной тысяч квадратных метров таких наплавных тротуаров. Правда, далеко не везде к ним обустроены подходы от жилых домов. Не исключено, что оборудовать их придется собственникам жилья. Коммунальщики вновь выйдут на крыши. Этого потребовал Александр Перескоков. О подробности далее эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Крыши снова будут чистить от снега. Соответствующее распоряжение дал коммунальщикам в понедельник глава администрации. Из-за снегопада, который продолжается с субботы, на кровлях могла образоваться наледь. Управляющим компаниям поставлена задача проверить все кровли в течение суток и до конца недели вести мониторинг. Вторую неделю на улице Луганской бастуют кировские дальнобойщики. Больше десяти машин стоят на приколе вдоль дороги. Еще несколько в гаражах. Водители уверяют, что находятся в импровизированном лагере круглосуточно и не собираются разъезжаться, пока власть не отреагирует на их требования. Грузоперевозчики добиваются отмены транспортного налога или отмены взносов в систему Платон. Скидки на проезд на верхних полках в Плацкарте продлеваются на мае. Акция с 20-40% снижением цены на билеты действует в поездах отправлением с 27 апреля по 4 мая и с 15 по 24 мая. Киров посетит патриарх Кирилл. Стало известно, что глава Русской Православной Церкви проведет службу в Успенском соборе. Дата визита назначена на 3 июня. Именно в этот день начнется Великорецкий крестный ход. Не исключено, что патриарх пройдет с паломниками до Макария. Впереди вас ждет короткая реклама. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Кто стрелял в спальном районе? Месяц понадобился стражам порядка на поиске хулигана, который стрелял в дворах на заводской из окна черного внедорожника. В МФЦ начали выдавать пригласительные в бессмертный полк. На театральной площади идут полномасштабные репетиции парада. Киров готовится к Дню Победы. Лично для меня мой дедушка Поликарпов Федор Николаевич это пример доблести, отваги. Пример настоящего мужчины, который пошел и защитил свое отечество. О ветеранах войны, дружниках тыла, всех тех, кто в годы Великой Отечественной делал все, чтобы страна вышла победителем из той страшной и долгой войны. Историями своих героев делятся ведущие журналисты Первого городского канала. Видите, другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Полиция установила стрелка, который разбудил жильцов дома по улице Заводской. Напомним, ЧП произошло ночью 15 марта. Черный внедорожник заехал в спальный район, и между домов раздались выстрелы. Хулиганский поступок зафиксировала камера видеонаблюдения. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. В 3 часа ночи черный внедорожник заехал во дворы по улице Заводской. Из пассажирского окна с водительской стороны появилась рука с пистолетом. Звука нет, но на кадрах видно, что выстрелы были реальные. Здесь был изначально один хлопок, потом серия из пяти. И когда машина завернула за первый корпус, там еще была серия из трех выстрелов. То есть три раза по несколько выстрелов. То есть они неоднократно палили. По словам Ольги, стреляли из огнестрельного оружия. Впрочем, холостыми патронами гильзы на месте происшествия обнаружили журналисты Первого городского канала. Впоследствии гильзы участковые изъяли и направили на экспертизу. Также был установлен автомобиль и его госномер. В ходе проверки был установлен и сам стрелок. Им оказался несовершеннолетний молодой человек. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нарушение тишины. Весьма неудачно отметили Пасху. Известные в Кировской области врачи, которых сотрудники ДПС задержали на улице с Паской. Водитель Киа и ее мать провели ночь в Трифоновом монастыре, где шло богослужение в честь главного христианского праздника. Видимо, без спиртного празднования не обошлось. Медики поехали от храма домой, но по пути их задержали инспекторы. Я доктор. Давайте сейчас освидетельствую, а потом я протестую. Потому что я на препаратах. Не алкогольных. После оформления нарушения Ольги и ее матери нужно было вызывать такси. Водителю теперь грозит полтора года лишения прав и штраф 30 тысяч рублей. У перекрестка улиц Московской и Производственной после очередного ускорения у иномарки отпало колесо. Удар об асфальт получился жестким. Судя по камерам видеонаблюдения, колесо выехало на встречную полосу и укатилось на улицу Московскую. Водитель Форда сбегал за ним и за 15 минут прикрутил обратно и продолжил путь. Что стало причиной ДТП, автор видео не уточнил. Полномасштабные репетиции, субботники и выдача приглашений на главную площадь города. Подготовка Кирова к майским праздникам продолжается. С 17 апреля в центрах «Мои документы» началась выдача пригласительных для участия в акции «Бессмертный полк». Даже в первый день кировчане уже отмечают ажиотаж. Тем временем продолжаются и другие мероприятия. По понедельникам и четвергам на театральной площади проходят репетиции парада. Сегодня в ней приняли участие не только кадетские классы кировских школ, но и оркестр «Северная звезда». Сейчас участники парада отрабатывают строевую подготовку. Продолжается и прибор к городской территории. Только за прошлую неделю в 85 субботниках приняли участие почти 2000 человек. Самая массовая уборка города запланирована на 22 апреля. Где она пройдет, в администрации пообещали озвучить в конце рабочей недели. Герои, о которых невозможно забыть. Первый городской канал в преддверии Дня Победы начинает рассказывать о ветеранах войны, тружениках тыла, всех тех, кто в годы Великой Отечественной делал все, чтобы страна вышла победителем из той страшной и долгой войны. О своих героях в эфире нашего канала будут рассказывать известные ведущие и журналисты Первого городского канала. Меня зовут Михаил Вагин, я редактор и ведущий программы «Место происшествия» на Первом городском канале. Я потомок своего дедушки Поликарпова Федора Николаевича. Мой дедушка Федор Николаевич родился в 1912 году. Он воевал на трех войнах. Это советско-финская, Великая Отечественная и советско-японская война. В 27 лет он пошел воевать с Финляндией. По словам брата моей мамы, он был ефрейтором, красноармейцем Красной Армии. Служил авиамехаником на аэродроме, чинил самолеты. Однажды он чуть не погиб в Финском заливе, когда они вместе со своими боевыми товарищами переплывали в Финский залив. Далее была Великая Отечественная война. Практически немножко отдохнув, побывав дома, он вновь ушел на войну. Прошел всю войну, воевал под Брестом, получил около 9 ранений. Вернувшись домой, не прошло, наверное, и месяца, в августе 1945 года он вновь ушел на другую войну, на советско-японскую войну. По словам моей мамы, мой дедушка и ее отец не любил говорить про войну, мало про нее рассказывал. Всегда отмахивался и просил его об этом не спрашивать. Сейчас, спустя уже столько лет, мы каждое 9 мая вместе с всей семьей вспоминаем нашего героя Поликарпова Федора Николаевича. Лично для меня мой дедушка Поликарпов Федор Николаевич – это пример доблести, отваги. Пример настоящего мужчины, который пошел и защитил свое отечество. Спас свою семью, по большому счету. Дедушка, спасибо тебе большое. И в конце выпуска прогноза погоды на завтра с ним вас познакомит Алена Матвеева. 92 года назад, 18 апреля, в Париже был основан Международный союз радиолюбителей. А мы от исторических фактов перейдем к погоде на завтра. 18 апреля в Кирове ожидается облачная погода, небольшой дождь. Днем плюс два, ночью минус два градуса. Ветер западный до четырех метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Удачного вам вторника! Таким был этот понедельник, 17 апреля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...